Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Василия Дулепинских. Мы колесим по пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле Ниссан Альмера, который нам любезно предоставил официальный дилер Ниссан в Перми компания Эксавто, что наспешила выступить в Камской долине. А вы знаете, где у нас в Перми живут киски? А мы вот сегодня узнали в микрорайоне кис. Но рассказала нам об этом и прислала фотографию Наталья Юшкова. Мы, кстати, помним, что когда-то эта остановка называлась Кислотные дачи. Но чего только не сделают шаловливые урючонки некоторых горожан. Настоящая водная феерия случилась сегодня прямо посреди дня на улице Лебедева. Несмотря на внушительный поток воды, на самом деле ничего страшного не произошло. Пожарные, набирая воду, сорвали гидрант. Сейчас специалисты воду отключат, откачают ее из колодца, а гидрант починят. И все будет в норме, как и прежде. Одни мусор валят, другие на них жалуются. Так обычно ведут себя жители тех домов, рядом с которыми ликвидируют контейнерные площадки. Во дворе на Крупской, 61, именно такая ситуация. Кто-то смирился с тем, что контейнеры перенесли чуть дальше и относит туда бытовые отходы. А кто-то продолжает превращать родной двор в самую настоящую помойку. Бабье лето такое короткое, но и его хватило для того, чтобы в Перми вновь распустилась сирень, а также зацвела и заплодоносила земляника. Вторую волну урожая наблюдаем на Ким-57А. Она-то и попадает в кадр с сегодняшнего дня. На этой позитивной, неожиданно летней нотке мы заканчиваем наше сегодняшнее дежурство. Не забывайте, что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда. В информационно-справочную службу дежурный по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Встречайте завтра Игоря Гиндиса и ни в коем случае не унывайте. Удачи и до скорой встречи.